Мусоросортировочный комплекс обретает каркас. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкции будущего основного производственного корпуса. Рассмотрели последние текущие вопросы и итоги пятилетней деятельности. Городская дума седьмого созыва завершила свою работу. Сегодня отыскать наскальные рисунки Вагулов отправилась научно-просветительская экспедиция. На медведь камни специалисты и археологи намерены определить состояние писаниц и зафиксировать их точные координаты. Скоро и стены будут. Каркас обретает мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкции будущего основного производственного корпуса. Параллельно строители работают на участке компостирования и котловании нового полигона твердых бытовых отходов. С ходом работ познакомился глава города Владислав Пинаев, увидела масштаб строительства и Юлия Полева. Строительство современного мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле не прекращается ни на день. Объект планируют сдать в следующем году, но городу он нужен, как говорится, еще вчера. Хотя бы потому, что действующий полигон в районе Рогожина уже исчерпал свой ресурс. Это задействование нашей компании, которая работает в Нижнем Тагиле, по реализации данного проекта. Это, соответственно, налоги, включая НДФЛ, которые остаются в городе. Это новые рабочие места на момент стройки. В перспективе получается, что это новые рабочие места для тагильчан, кто будет сегодня здесь работать. Мы решаем проблемы экологии, проблемы рекультивации старого полигона, проблемы создания новых рабочих мест. Строители закончили заливку фундамента основного производственного корпуса и приступили к монтажу металлоконструкций. Также заливают фундаменты под оборудование, административно-бытовой корпус и гараж. Начали строительство участка компостирования. Параллельно готовят котлован под будущий полигон для сплодирования неперерабатываемых отходов. Видимая часть – это ограждающая дамба. Она на сегодняшний день выполнена 95%. Ведутся работы по разработке ее откосов. Соответственно, сама чаша полигона первого этапа, она выполнена сегодня на 50%. 125 тысяч кубов грунта перевезено. Глава города пригласил на рабочую встречу с директором обл. коммунэнерго Дмитрием Будановым молодого тагильского эколога Вячеслава Курочкина, который ранее предложил ряд инициатив по обустройству контейнерных площадок в нашем городе. Особенно поразило еще, что обязательно это будет оборудование первое будет использовано отечественного производства. То есть это в нынешних условиях очень важно. И взято самые современные и учтены недоработки от других сортировочных заводов. В августе подрядчик планирует приступить к заливке фундаментов под котельную и блочную трансформаторную подстанцию, а также начать работы по обустройству внешних инженерных сетей. Мусоросортировочный комплекс будет оборудован собственными очистными сооружениями. Рассмотрено 3015 вопросов. Проведено 1080 приемов граждан. Депутаты городской думы седьмого созыва подвели итоги своей пятилетней работы. Срок их полномочий заканчивается в сентябре. На состоявшемся заседании говорили не только о результатах деятельности, но и приняли решение по текущим вопросам, не требующим отлагательств. Мы приняли за седьмой созыв и утвердили генеральный план развития города. Правила землепользования и застройки продолжаем над ними работать. Правила благоустройства тоже продолжаем над ними работать и вносим изменения. Впервые в истории думы избрали главу города. Такие решения Межрегийской городской думы приняли новое положение, в новой редакции положение отчетной палаты и назначили руководителей, заместителей. Изменили порядок формирования думы и выборов думы, и теперь они избираются по одномандартным рукам. Согласно новому федеральному закону, городская дума прекратила полномочия городской избирательной комиссии. Предстоящими сентябрьскими выборами уже занимается Ленинская районная территориальная комиссия. О том, что город сберком уйдет в прошлое, стало известно в апреле. Возглавит ликвидационную комиссию председатель Лидия Брызгалова. По ее словам, процедура по упразднению муниципального органа займет не менее пяти месяцев. Впереди сложная и кропотливая работа с документами. А сама Лидия Григорьевна, посвятив муниципальной службе 40 лет, уйдет на заслуженный отдых, чтобы пожить для себя. Мы вместе делали бюджет 2022 года, мы вместе делали сметы на выборы в этом году. Мы вместе формировали схему округов, и я очень благодарна вам за то, что вы с пониманием отнеслись. Закончить мне хотелось словами Амара Хайяма, который, как мы знаем, кладезь Вселенской, философии Вселенской. Не удерживайте то, что уходит, не отталкивайте то, что приходит. И тогда счастье само найдет вас. За работу депутатов седьмого созыва поблагодарил мэр Владислав Пинаев. По его предложению внесены изменения, касающиеся формированию местной думы, статью 20 устава города. Количество депутатов сократится до 25, они будут избираться на 5 лет и только по одномандатным округам. Смешанная система выборов, когда выбирали еще и по партийным спискам, упразднена. Перед принятием поправки обсудили на публичных слушаниях. Несмотря на голоса противников, изменения поддержали 207 из 251 присутствовавшего. Я хочу, наверное, за это все последнее время, в очередной раз, сказать всем, Владимир Владимирович, вам, депутатскому корпусу, аппарату Думы, нашим сотрудникам избирательной комиссии, счетной палате, всем, кто принимал участие в работе и в принятии решения, огромное спасибо. Всего действия с зумной, с методом зрения, это очень и очень важно для муниципального образования, для администрации города, для главы города. Почему? Потому что вот такая слаженная работа, она приносит дивидендов значительно больше, вежде всего, в жителям города и в развитии города. Выборы нового, восьмого созыва Нижнетагильской городской думы пройдут в единый день голосования, 11 сентября. Тем временем в Нижнем Тагиле продолжается подготовка к предстоящим выборам городской думы восьмого созыва. Сегодня завершился заявительный этап избирательной кампании. По данным, предоставленным Тагил ТВ в Ленинской территориальной избирательной комиссии, которая с этого года занимается местными выборами, было подано 116 заявлений. Из них 92 от представителей политических партий и 24 от самовыдвиженцев. Следующий этап – подача документов для регистрации. До 27 июля кандидатам от партии необходимо будет сдать финансовый отчет, а самовыдвиженцам – плюсом к нему, подписи избирателей в свою поддержку. Напомним, выборы в городскую думу состоятся 11 сентября. Решили поиграть в полицейских и оказались на скамье подсудимых. Ролей не удались, когда, изображая стражи порядка, ограбили и избили человека. Сегодня в Ленинском суде вынесен приговор. На суд оба парня пришли в хорошем настроении и, похоже, в полной уверенности, что их оправдают. Отличились они в сентябре прошлого года. Дело было в парке имени Горького Новы примерно в 2 часа ночи. Один молодой человек возвращался домой. Позже его будут звать потерпевшим. И тут-то встретил Каргашина и Старцево. Те были нетрезвы. Назвали себя сотрудниками полиции под предлогом того, что они работают в сфере незаконного оборота наркотиков. Они потребовали документ у потерпевшего, якобы для установления его личности. При этом вели себя очень дерзко, агрессивно. И молодой человек, конечно же, засомневался в том, что это реально сотрудники полиции. Он попросил у них удостоверение предъявить, на что получил удар в челюсть. И, соответственно, были такие слова высказаны, что если будешь много спрашивать, мы еще тебе и наркотики подбросим. Потом уронили на землю, удерживали, достали телефон. Требовали назвать пин-код, чтобы разблокировать его и зайти в приложение онлайн-банка. Денег там не нашли, как и в кошельке. Прихватили только зарядник и удрали. История получила продолжение после того, как потерпевший обратился в травмпункт. Оттуда информацию передали в отдел полиции. Потерпевший запомнил, что были эти лжеполицейские на мотоцикле. Похожий вскоре и заметили инспекторы ДПС. Одного сразу поймали, другой пытался скрыться, но его быстро нашли. Изначально молодые люди отрицали свою вину, отрицали свой преступный умысел. В общем-то, сказали, что они хотели только попугать, поиграть в полицейских. Но было уже не до игры. Дело передали в прокуратуру. Роль прокуратуры наша сводится к поддержанию государственного обвинения, опроса, допроса свидетелей, потерпевшего исследования письменных материалов дела. В суде доказали и преступный умысел парней, и предварительный сговор. Вину же они признали, извинились и выплатили компенсацию за моральный вред по 5000 рублей. Суд приговорил. Каргашина Алексея Михайловича признать вину, он совершил преступление, предусмотренным пунктами АГЭ, в ч. 2 ст. 161 УК РФ, с применением ст. 96 УК РФ, не назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1-го. В соответствии с 73 УК РФ, назначено Каргашин указание в виде лишения свободы до вступления приговора в силу оба молодых человека остаются под подпиской о невыезде. Также они должны оплатить услуги адвоката. У одного примерно 3,5 тысячи рублей, у другого чуть более 1700. Но пока есть 10 дней на обжаловании. На поиски старинной живописи сегодня отыскать наскальные рисунки вагулов, проживавших 5000 лет назад на Урале, отправилась научно-просветительская экспедиция. На «Медведь камни» в пригороде Нижнего Тагила специалисты и археологи намерены определить состояние рисунков и зафиксировать их точные координаты. Общие фото на память и в путь. Уникальная научно-просветительская экспедиция на скальное искусство на реке Тагил началась сегодня ранним утром. 8 человек из Нижнего Тагила и Санкт-Петербурга отправились на поиски старинной живописи – писанец. Оставили свое творчество на стенах пещер и камнях вагулы – народ, проживавший на Урале почти 5000 лет назад. За пять дней команда повторит маршрут Валерия Чернецова, выдающегося ленинградского исследователя, археолога. Именно он 95 лет назад, после одиночного плавания, в своих многочисленных трудах собрал информацию о вуральском наскальном искусстве. На самом деле работа у нас только начинается. Экспедиция будет проходить несколько этапов и продлится пять лет до как раз столетия экспедиции Чернецова. К этому моменту мы надеемся зафиксировать все указанные им писаницы, найти, проверить их состояние, промониторить. Также найти писаницы, указанные современными исследователями Широковым, сравнить их и сделать новые открытия. Пока мы собирались, поступил звонок с противоположного берега. Там на «Медведь камни» уже трудится коллега петербуржцев. Один рисунок обнаружен. Последнее упоминание о писаницах на «Медведь камни» было в 1907 году. И с тех пор ни один из исследователей не мог их найти, потому что скала обрушается. И тем ценнее наши открытия сейчас. Найти писаницы – задача не из простых, делятся археологи. С веками краска тускнеет, и рисунки часто путают с лишайниками, грязью. Да и точных координат нет. Только фото, зарисовки и примерное описание мест, которые оставил Валерий Чернецов. Помимо сохранения живописи, еще одна цель экспедиции – создание нового туристического маршрута. Питер, Екатеринбург, Тагил. Как вы знаете, как мы все знаем из истории, у Демидовых очень большие были связи между Санкт-Петербургом, Уралом, непосредственно Нижним Тагилом. И вот наша задача – как раз-таки отобразить эту взаимосвязь, которая существует сейчас, существовала во времена Демидовых. Ну и, как мы видим, корни и история уходят гораздо глубже. Так что вскоре по реке Тагил вместо барок-вагулов поплывут катамараны с туристами. И археологи, и организаторы нового маршрута надеются, что после таких экскурсий у тагильчан и гостей останутся только положительные эмоции, а новой наскальной живописи не появится. Фрустрация вдовца, вымышленная деревня, философствование о мироустройстве и любовная линия. Оригинальный набор для удачного спектакля. В Нижне-Тагильском драматическом театре к юбилею «Мамина Сибиряка» поставят пьесу по рассказу «Озорник». Первые подробности в нашем репортаже. «Приваловские миллионы», «Дикое счастье», «Золотая пыль», «Горное гнездо» в Нижне-Тагильском драматическом театре за 76 лет ставили практически все крупные произведения уральского писателя. В год Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка», имя которого носит театр, и 170-летие со дня его рождения зрителям покажут спектакль «Озорник». Это очень шикарный рассказ. Это, я бы так сказал, такой «Мамин Сибиряк» тире Тарантино. Потому что все, что происходит в этом небольшом, казалось бы, рассказе, в очень жестком рассказе, в очень таком притчевом рассказе, оно актуально и сейчас, оно интересно сейчас. Пьесу написала Ирина Васьковская. В оригинальном варианте действие разворачивается в деревне, жители которой называют себя «Сибиряками». Главный герой – бабыль Спирька, а вдовев теряет интерес к жизни и запускает хозяйство. Но злость, обида и разочарование – далеко не все, что остается в его душе. «Кто озвездил небесный свод, знаешь, а этот дьявол уряднику звезды за верную службу дает. Спирька, а еще мудрый человек сказал, «Мне так, дарованная человеку одна лишь великая благодать. Стало быть речь о водке. Вот она и есть благодать». А изливает ее небесным врядом для того, чтобы человек вкушал водки и забывал свои муки, делался радостным и беспамятным, чтобы отпускали его железные крючи, на которых человек подвешен между небом и землей и кричит, пока не околеет». В пьесе задействуют 25 артистов театра. Режиссер-постановщик спектакля Игорь Булыгин провел первую читку и распределил роли. Ведущий женский персонаж сыграет Ирина Тараторкина. И хорошая новость для всех тагильских зрителей. В образе Спиркина на сцену возвращается Юрий Сысоев. Через их дуэт и раскроют замысел автора. «О вере, о безверии, о любви, об отсутствии любви, о личности и социуме, о добре и зле. И что же на самом деле есть добро, а что зло. И когда они пересекаются так, что мы не понимаем, что на самом деле является добром, а что зло». Близость сюжета к притче художник по костюмам Юлия Зедькова подчеркнула особенно свободным и летящим кроем крестьянской нехитрой одежды. Ветхие и многослойные образы как будто вне времени. Пока это эскизы, но вживую зрители смогут увидеть их совсем скоро. Премьеру «Озорняка» запланировали на 30 сентября. Соревновались в чистоте и резвости. Всадники Свердловской области собрались в нашем городе на открытом первенстве конно-спортивного клуба «Уралец», посвященного Дню Металлурга. Удалось ли тагильчанам занять пьедестал почета, знает наш корреспондент Анна Дик. Качканар, Верхняя Солда, Черноисточинск и, конечно, Нижний Тагил. Садники Свердловской области собрались в нашем городе на открытом первенстве конно-спортивного клуба «Уралец», посвященного Дню Металлурга. Участие принимают воспитанники спортивных школ и частные владельцы лошадей. КСК «Уралец» представляет более 10 человек. У нас особый вид спорта именно – это работа ребёнка с животным. И даже коронавирус нам не давал возможности останавливаться в той работе, которая присуща при работе с животным. Поэтому детям мы давали возможность приходить на конюшню, отрабатывать своих лошадей, соблюдая все меры безопасности. Но и соревновательного духа, конечно, спортсменам не хватало. Анна Миних перешла недавно в КСК «Уралец» из другого клуба. На темпераментном жеребце Ярике каталась лишь дважды. На своё выступление я оцениваю хорошо. Готовилась я недолго, всего два раза сидела на коне. Но думаю, что хорошо выступили. Мне очень важно налаживать контакт с лошадью. Я всегда с ней разговариваю. Это очень можно легко понять. Она начинает двигать ушками. Она слышит нас. Сегодня состязание проходит в двух зачётах – юный всадник и общим. Спортсмены преодолевают препятствия от 60 до 100 сантиметров. За два неповиновения лошади наездник отстраняется от соревнований. В сегодняшнем дне у нас проходит конкурент. Тут, в принципе, они судятся на чистоту и резвость. То есть оценивается, насколько быстро всадник преодолевает препятствия. И без ошибок. То есть не избивает препятствий и не делает лишних вольтов на маршрут. А вчера были у нас соревнования там по манежной езде. Там оценивается и посадка всадника, и лошадь, и аллюры, качество исполнения элементов манежной езды. Варвара Кузнецова в конном спорте почти пять лет. Сначала каталась как любитель, потом стала заниматься профессионально. Сегодня выступала на нескольких лошадях. На перспективе трижды становилась победительницей. Я не ждала, что я вообще что-то займу, потому что, ну, к метру, и я к нему особо не готовилась. Как бы вот, ну так, частично. Вот, к 80 я ехала на Ярике, вообще не готовилась. Я на нем вообще не прыгала за этот месяц. Вот, а так-то, ну, в принципе, на перспективе было ожидаемо. Вот, 60, там, 80, потому что она чистая, быстрая кобыла. А в конце августа на площадке конно-спортивного клуба «Уралец» пройдут соревнования, где спортсмены смогут выступить и получить разряд. В выходные в город придет очередная волна жаркой погоды. Столбик термометра вновь поползет вверх от плюс 25 и приблизится к 30-ти градусной отметке. Следующая неделя, как предвещают синоптики, будет у нас довольно теплой, с дождями и грозами. Кому-то в радость, кому-то за состоянием здоровья вновь следить придется. Всего доброго!